Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий, я Александр Манек. И у нас сегодня с вами на обзоре вот такая вот шикардосная золотая монета 5 рублей 1898 года. Итак, друзья, вы меня после ролика 15 золотых рублей часто в комментариях просите осветить все золотые монеты Российской империи. И вот сегодня я вам приготовил рассказ про 5 рублей 1898 года. По традиции попрошу вас не полениться поставить лайкос под видео, подписаться, если вы еще не подписаны. А я, собственно, поехал рассказывать вам про монету. Итак, друзья, на Аверсе монеты изображение Николая II в профиль, слева от которого выгравировано БМ Николай II император. А справа вы видите, вот сейчас я вам показываю на отражение, написано «И самодержец всероссийский». По краю монеты проходит декоративная кайма, а заканчивается она небольшим бортиком. Монета действительно потрясающая, выглядит просто шикардосно. У этой монеты видны полностью каждая волосинка. Если монета в штемпеле, она ценится очень дорого. И сегодня я вам хочу, собственно, рассказать о монете, цены ее, какие бывают разновидности. Но сейчас мы с вами перейдем к реверсу. Итак, на реверсе мы с вами видим герб монархической России, двуглавый орел, под которым выгравировано 5 рублей и год. Данная сторона содержит также кайму и бортик, как на аверсе. Диаметр ее 18,5 мм. Гурт у данной монеты чаще всего вот такой вот узорчатый с инициалами минсмейстера. Но бывает более редкая монета с гладким гуртом. Итак, друзья, царствование Николая II оценивается неоднозначно. Был проведен ряд денежных реформ. Ну и не только денежных, направленных на укрепление России. Но Первая мировая война и революция сильно изменили путь развития страны. Во времена Николая II были выпущены различные золотые монеты. И, собственно, 5 рублей, выпускавшиеся Санкт-Петербургским монетным двором, их сегодняшняя стоимость колеблется от цены на золото, из которого они отчеканены, до сотен тысяч долларов. В 1895-1997 годах ВИПТ провел денежную реформу, направленную на усиление национальной валюты. Увеличилось количество золота в обороте. Оборот бумажных денег наоборот уменьшился. И с 1897 года начался выпуск новых 5-рублевых монет, в которых содержание золота было уменьшено на целую треть. В народе их называли по имени супруги Витте Матильдорами. 5-рублевые монеты выпускались в период с 1897 по 1911 года. Металл золота 900-й пробы. Вес данной монеты 4,3 грамма, но химически чистого металла здесь 3,87. И метод чеканки данной монеты обычный штемпельный. Значит, друзья, существуют следующие разновидности 5-рублевых монет. Значит, первая разновидность это с узорчатым гуртом, как на этой монете. Вы видите здесь вот такой вот шикардосный узор. И вот здесь вот вам сейчас показываю на блеске, собственно, инициалы минсмейстеров. Есть ФЗ, Феликс Зелемин. Есть также ЕБ или ЭБ, как правильно называть. Это Эликум Бабаянс. Это наиболее распространенная разновидность. Монета с гладким гуртом. Она более редкая. И, друзья, самая редкая из этих монет это соосность 180 градусов с перевернутым орлом. Попадаются и такие. Я видел такие монеты на российских аукционах. Монета сказочно дорогая. Значит, друзья, 5-рублевые монеты выпускались с 1897 по 1905 таким довольно большим тиражом. Самый большой, собственно, у 5 рублей, выпущенных в 1898 году. Он выпустили его более 52 миллионов. В 1905 году монета не чеканилась. В 1996 году по случаю 10-летнего юбилея коронации императора было выпущено по 10 монет. 5 и 10 рублей. В 1907 году, друзья, было выпущено всего 109 монет. Произошло это по случаю закладки церкви Святой Ольги возле Санкт-Петербурга. Из этих монет, представляете, 100 монет заложили в основание храма, как бы на счастье, на память. И всего лишь 9 монет были розданы участникам церемонии. В 1910-1911 монеты 5-рублевые выпускались с большим тиражом, чем в предыдущие годы, но все-таки в меньших количествах, чем, собственно, та, которая перед вами сейчас. В 1910 году было отчеканино 200 тысяч монет, а в 1911-м 100 тысяч таких монет. Следовательно, цена, вы можете представить, 50 миллионов или 100 тысяч. Интересный факт, что один раз утвердив дизайн этой монеты, вот такое свое изображение, Николай II больше не менял его, благодаря тому, что это был последний император Российской империи. Созданные при нем денежные единицы попадаются чаще всего, естественно. В связи с этим на них цены относительно не такие высокие, как на другие золотые монеты Российской империи. Друзья, в первые годы становления РСФСР монеты эти продолжались чеканиться, пятирублевки с изображением Николая II. Это как бы связано с тем, что государству необходимы были наличные деньги для ведения различных расчетов, а, собственно, средств на создание каких-то отдельных новых штемпелей, замену царского оборудования не было. Но среди нумизматов эти монеты приравниваются к царским, поэтому на них распространяются те же цены, что и на монету 5 рублей Николая II. Советские стандарты создания этих пятирублевок, они не были изменены. Гурт был только узорчатым. Примечательно, что подделок золотых пятирублевок относительно мало. И несмотря на то, что как бы большие старания Германии по подрыву экономики Российской империи во время войны имела место, гораздо больше работ фальшивой монетчиков наблюдалось среди разменных монет, которые были из серебра. Ну, естественно, это не касается современных выходцев из азиатской страны, нам известной. Китайцы, конечно, сейчас клепают редкие года этой монеты. И я вам уже показывал, как люди возле метро становились жертвами таких аферистов, которые делают вид, что продают какое-то там бабушкино состояние, не хватает на оплату коммунальных или на хлеб. Конкретно цена вот этой монеты, друзья, колеблется от 200 до 300 долларов за частый год. Все зависит, естественно, от состояния. На этой монете вы видите, что здесь есть даже остатки штемпеля. Эта монета хранилась, у нее есть забоинки, есть следы обихода, но, тем не менее, я монету в порядок не приводил, а выглядит она достаточно красиво. Я надеюсь, что данный ролик был вам полезен. Не поленитесь, поставьте лайкос под видео, подпишитесь, если вы еще не подписаны, а я, как обычно, буду снимать для вас еще более интересные ролики. Увидимся!